всем привет друзья с вами рафаэль анриэл и в этом видео вы увидите тесты магнитного переключателя посмотрим силу магнита в магнитном переключателе то есть мы не только как бы на ощущениях да а визуально убедимся что когда мы выключаем наш магнит сила магнита реально очень мало а когда мы его включаем она снова возвращается здесь у нас теслометр силу магнита измеряет так давайте выключим магнитный переключатель для тех кто не видел заходите на мой канал посмотрите про магнитные вечные двигатели как раз таки на вот таком принципе работает американский бтг генератор ну или на очень похожим в общем есть у нас вот такой прибор да когда мы выключаем его перестает притягивать то есть не использовать не электричество ничего только магниты и металл вот при этом потом если мы включаем его то есть достаточно легко идет и огромная железная болванка у нас уже никуда не девается при том что этот аппарат был сконструирован практически одним из первых то есть это самое скажем так дохленькая версия этого магнитного переключателя также у меня есть вот такой китайский аналог где-то на 10 килограмм он тяжело переключается потому что у него внутри магнита вот тут в барабане то есть другой принцип скажем так но работает принципе тоже также включаем и мы можем вот так спокойно к металлическим предметам присоединяться скажем так но ставить камеру какую-то и что-то в этом духе вот но переключается повторюсь вот тут очень тяжело то есть по сравнению с моим разница колоссально ну он к сожалению вот помощнее то есть вот в чем разница давайте посмотрим еще раз включаем и вот слышали да с какой силой давайте теперь посмотрим на мощность которую покажет именно теслометр так он нас сейчас выключенном состоянии давайте отнимем в сторону так этот у нас выключен и давайте берем теслометр и смотрим сейчас у нас магнитный переключатель в выключенном состоянии это края металлические 5 мили мили тесла где то тут где-то на краю какой-то странный артефакт был то есть видим да здесь где-то 10 мили тесла при этом полюс северный здесь у нас полюс южный и соответственно вот к этому краю где вот сейчас показываю да между двух этих краев самое сильное поле даже выключенном состоянии но это на самом деле то что сейчас показывает да там 6 мили тесла это очень мало то есть если взять вот эту железяку опять-таки да то есть она практически не липнет то есть может быть какая-то маленькая скрепка привыкнет но большая уже к сожалению нет то есть маленькое остаточное залипание скажем так теперь берем и включаем магнитный переключатель мой и посмотрим насколько изменилась теперь сила так подносим и смотрите с краев так у меня там магнит немножко убежал в сторону так что это хреновенько это может повлиять на силу так видим да уже где-то 60 мили тесла то есть намного намного больше так магнит влияет когда к самому прибору подносим и он бешеные значения показывает так здесь 60 у края и здесь вот на понижение то есть краю меньше всего но магнит ясное дело что замыкается по более коротком пути скажем так с этой стороны примерно то же самое то есть это может немножко не совпадать да потому что мы можем здесь где-то померить здесь например вот видите 64 здесь даже больше смотрите ну то есть какой край больше примыкает там и сила больше скажем так но еще влияет чтобы вот этот магнит был ровненько посередке то есть в несколько раз магнитное поле повышается когда мы включаем магнит соответственно такая вот простецкая вещь казалось бы да но с помощью нее можно сделать вечный генератор вечный двигатель потому что опять таки да я посчитал с помощью чата g5 искусственного интеллекта какой груз нам нужен например на определенный генератор именно не груза маховик то есть если взять такую систему построить да я хочу шаговый двигатель поставить к такому агрегату и когда например цикл двигателя проходит да он например ну включился в притяжение вот так хренак включается здесь такая как бы спираль которую я показывал видео барабан маховик прокручивается до тупикового момента срабатывает шаговый мотор поворачивает у нас выключает эту систему мотор проворачивается понимаете да опять срабатывает датчик то что пора включить притяжение шаговый мотор включается переводит в рабочее состояние у нас опять-таки маховик вот так продолжает крутиться то есть с такой спиралькой чтобы притяжение шло вот это один из вариантов вот а второй вариант это соответственно как сказать линейное притяжение потому что по факту эта штука лучше работает если вы как бы притягиваете вот так вот прямой да потому что это больше силы даст то есть типа поршневого мотора но поршневой мотор должен работать именно то же самое должен быть огромный маховик где-то снизу а тут вот такое вот притяжение так что вот такое коротенькое видео еще будет одно видео потом по поводу силы магнита то что магнит он как бы не теряет свою силу мы с вами это как раз таки и посмотрим в одном из экспериментов на канале так что подписывайтесь друзья ставьте лайки и делитесь этим видео все пока